Магадан Лайф Магадан Лайф Магадан Лайф Магадан Лайф Школьник ушел из дома и не вернулся. Последний раз его видели со сверстниками рядом с детской площадкой. Информация об исчезновении ребенка быстро распространилась через социальные сети города. Посоветовавшись на общем собрании, волонтеры решили разделиться. Одна группа отправится в район автовокзала, другая в центр. Сейчас каждый получил фотографию ребенка, которого мы ищем, и получил ориентировку на него, то есть во что был одет ребенок. Пока секретарь готовит ориентировку официальную для поиска, это с информацией, которую даст нам полиция, вернее она уже ее передала, нужно ее официально оформить в ориентировке. У нас разъехались по точкам волонтеры на поиск ребенка, это «Северное сияние», это «Идея», это «Нагаевский», то есть где могут быть дети на сегодня, да, тот же автовокзал, кафе, очень часто мы детей находим именно там. В добровольческом движении состоит более 250 человек. Это люди разного возраста и профессий. Домохозяки, автолюбители, бизнесмены, студенты. Все те, кто неравнодушен к чужой беде. Родители двух детей, потерявшихся в районе Мамонта, кинули клич в Ватсапе о том, что им нужна помощь. И мы, совершенно не знающие друг друга люди, организовали группу, собрались на Мамонте и начали искать в районе Нагаева, в районе Марчикана. И до 7 утра искали этих детей. Никто не уходил, все старались помочь, чтобы найти детей живыми, здоровыми, невредимыми. И когда в 7 часов утра мы их нашли, нашему счастью не было предела. И решили, что нужно нам переспать с этим счастьем и потом уже решить, что дальше делать. Будем ли мы дальше работать и помогать людям. На следующий день, когда мы уже проснулись, было уже ближе к вечеру, потому что всю ночь мы, считай, ходили по побережью от Марчикана до Нагаева. Обошли буквально все, весь частый сектор, все дома с подвалами, с чердаками. И решили, что мы будем дальше работать и начали думать над тем, как мы назовем нашу группу. В конце уже поиска нас осталось 4 человека. Эти 4 человека до сих пор существуют в нашей организации и благодаря им она живет. Елена – мама двоих детей. С недавних пор у нее начались проблемы со старшим ребенком. В этом году ее дочке Юле исполнится 14 лет. Девочка часто задерживается вечерами у друзей. Не приходит ночевать домой. За помощью пришлось обращаться в поисковый отряд. Проблема у меня – ребенок уходит, любит гулять, уходит из дома. Я считаю, что в первую очередь, конечно, я виновата сама. Где-то упустила ребенка, поэтому так получается. И сейчас нарастает все это. Я обратилась в полицию с заявлением, и Юлия Евгеньевна, волонтер, со мной связалась сама. Она представила, что волонтерское движение, и так мы с ней начали общаться. Добровольцы распространяют информацию о пропавшем ребенке в интернете. Расклеивают листовки и раздают ориентировки прохожим. Ищут до конца, пока не поступит информация, что потеряшку вернули домой к родителям. Иногда возникают ситуации, когда поиски касаются кого-то лично. Прошлым летом пропал отец моей сестры. Когда сестра мне поделилась своей бедой, я предложила ей помощь нашей волонтерской бригаде. Очень быстро ребята составили листовки, было оповещение по всему городу. И в течение буквально двух часов дядю нашли. Я живу на Соколе, у меня тоже есть братья и сестры, за которые я тоже переживаю. Также я переживаю за других детей, которые теряются. Для этого я и вступил в отряд поезд детей Магадан. Поисковый отряд волонтеров сотрудничает с правоохранительными органами. Работают совместно, используя социальную сеть. В расследовании участвуют сотрудники уголовного розыска, отдел по делам несовершеннолетних и другие заинтересованные ведомства. Если есть предпосылки на то, что ваши родственники, близкие пропали, либо с ними произошла непонятная ситуация. То есть не нужно ждать три дня, нужно незабедлительно обращаться в органы полиции. Соответственно, сотрудники полиции будут принимать все необходимые меры. Данная работа стоит на приоритетном направлении, на постоянном контроле, отслеживаются результаты деятельности и розыск данных лиц, беззвести пропавших. Потеряшками на профессиональном сленге называют тех, чьи местонахождения неизвестны их близким, друзьям и коллегам. Неважно, идет речь о школьнике или о пожилом человеке. К слову, количество и тех, и других среди потеряшек примерно одинаково. Список пропавших часто пополняют воспитанники детских домов, реабилитационных центров и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В таких самых сложных случаях создать у ребенка, когда он же не учится, бродяжничает, какие-то устоявшиеся факторы, чтобы он снова вернулся в нормальную социальную колею, то мы помещаем в Ольский социальный реабилитационный центр на длительное время, оторвав его от семьи. Но если и это уже не помогает, мы надеемся, что и в этот период проводится также работа с семьей, и что родители как-то себе приведут в порядок. Но если этого не происходит, тогда крайняя мера – это сегодня, конечно, изъятие ребенка из семьи уже на основании решения суда и помещения его в детский дом. По статистике поискового отряда наиболее распространенная причина – побега детей из благополучных семей – напряженная обстановка дома. Чаще всего бывает так, что из-за чрезмерной строгости родных подросток просто боится возвращаться под родительский кров. Тут у каждого своя история. Это и юношеский максимализм, и первая любовь, и новое окружение. Демонстрация непринятия ребенком тоже тех условий, которые существуют в доме, привлечение к себе внимания, какая-то может быть даже манипуляция, попытка реализовать свои требования, повлиять на родителей. Вот эти в основном две причины, которые движут детьми, убегающими из дома. Но в любом случае, независимо от того, по какой причине это происходит, для окружающих это должен быть сигнал. Когда речь заходит о пропаже подростка, сразу возникает проблема. Она заключается в отношении окружающих. Взрослые считают, что всему виной юный возраст, мол, побегает и вернется. Но на деле все сложнее. Специалисты уверены, что за вызывающее поведение сына или дочери ответственны родители. В любом случае родители, конечно, не всегда бывают довольны поведением своих детей, их результатами, даже, наверное, точнее сказать, неоправданными ожиданиями, которые они на них возлагают. И, конечно же, они высказывают свое недовольствие. Дети не всегда готовы его принять. И родители в таком случае, как бы им не было тяжело, и высказаться все равно надо, но при этом желательно все равно добавлять детям, что в любом случае они будут их любить и принимать, чтобы не случилось. Чтобы у ребенка было понимание, что он может все-таки совершить ошибку, но у него есть дом, где его поймут, примут, научат. И он всегда там будет самым нужным и желанным человеком. В большинстве случаев розыск детей заканчивается благополучно. Однако бывает, что просто вернуть ребенка домой недостаточно. Многие дети нуждаются в психологической помощи. Поэтому отряду волонтеров требуются неравнодушные специалисты психологической и юридической помощи. Желающий присоединиться к добровольцам, делающим такое важное и нужное дело, можно обращаться в офис на улице Парковой, 13, кабинет 408. Или через WhatsApp по номеру, которую вы видите у себя на экране. А в заключение хочу пожелать мамам и папам, чаще общайтесь с ребенком, интересуйтесь его маленьким миром. И тогда в семье будет взаимопонимание и полное доверие. До встречи и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова